МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фантастическая встреча. Кого нашла научная экспедиция на месте посадки НЛО? Очень похоже на человека. Истоки цивилизации. Откуда пришли строители пирамид? Может быть, они не пришли из космоса, но, может быть, они пришли из России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотя мы и не были на других планетах, однако абсолютно убеждены в том, что жизнь на Земле явление уникальное и по космическим меркам совсем молодое. Ведь если нашей Вселенной 14 миллиардов лет, то Земля в три раза моложе. И вот научные умы терзают смутные сомнения. Если есть множество миров, которые на миллиарды лет старше нас, неужели ни в одном из них нет жизни? Может быть, есть, туманно отвечают учебники, а может быть, и нет. Инопланетян-то за руку до сих пор никто не схватил. Однако пока астрономы ищут инопланетную жизнь в космосе, российский ученый, доктор биологических наук Алексей Шаро нашел ее буквально под ногами. Согласно его расчетам, жизнь на нашей планете намного старше самой Земли. Оказывается, что возраст жизни примерно 9,5 миллиардов лет, что примерно вдвое превышает возраст Земли. На первый взгляд это невозможно. Не может быть курица старше яйца. Не может вначале появиться на свет цветок, а потом семя, из которого он распустился. Не может вначале появиться живая клетка, а уж потом планета, на которой она родилась. А вот и может. Генетик Алексей Шаровой, следуя проблемы эволюции в США в Национальном институте старения, однажды заинтересовался законом МУРа, согласно которому объем информации в компьютерах удваивается каждые 18 месяцев. Доктор биологических наук решил проверить, а нельзя ли применить эту математическую модель и к эволюции живых организмов, то есть ДНК. Оказалось, что это возможно. Живые системы тоже информационные системы. Хоть это и не компьютеры, но тем не менее это информационные системы. И живые клетки используют информационные технологии, такие как дупликация ДНК, копирование, алгоритмический синтез. Тогда доктор Шаров построил таблицу, в которой совместил скорость усложнения живых клеток и времени происхождения основных групп животных. Оказалось, что между ними существует жесткая закономерность. А значит, можно вычислить и возраст жизни на Земле. Для этого достаточно применить формулу, которую применяют для расчета компьютерных технологий. Что указывает, что удвоение функциональной неповторяющейся части генома это достаточно регулярный процесс, который происходит медленно, но достаточно равномерно во времени. Поэтому мы его можем использовать как часы для измерения возраста жизни. Результат оказался ошеломительным, потому что, согласно графику доктора Шарова, получилось, что объем информации в генах живых существ Земли удваивается каждые 370 миллионов лет. Но если взять самую сложную систему, ДНК человека, и двигаться в прошлое, то к простейшим бактериям мы придем через 9,5 миллиардов лет. Но Земля-то наша вдвое моложе. Да что там Земля? Вся наша звездная система. То есть получается, что предки наших микробов старше самого Солнца. Согласно теории доктора Шарова, напрашивается очевидный и невероятный факт. Жизнь на нашу планету была занесена из каких-то других миров. Так высаживают уже проросшее семя в новый горшок. Надо сказать, что теория пансклермии, или посева из космоса, в научном мире не нова. Тысячи ученых в разной степени ее поддерживают. Она была высказана когда-то Криком, это один из лауретов Нобелевской премии за генетическую спираль, и американским химиком Оргелом. Крик и Оргел написали статью, которая называлась «Посев из космоса». И они говорили о том, что 4 миллиарда лет назад Земля была сознательно заражена жизнью. Что она была заражена жизнью, видимо, какими-то непонятными, но разумными существами. Фрэнсис Крик и Лесли Оргел не выдумали эту идею, а пришли к ней в результате расшифровки ДНК. Ученые не только нашли аргументу в пользу внеземного происхождения жизни. Они даже указали, где искать нашу прародину. В более древних звездных системах. Эти разумные существа, скорее всего, прилетели из центра нашей галактики, где находятся молебденовые звезды, и что вокруг молебденовых звезд существует плантация жизни. Они основывали свои выводы, прежде всего, на тех химических компонентах, которые присутствуют в генетическом аппарате человека, и которые не очень свойственны, скажем, для Земли. Но Алексей Шаров считает, что жизнь на Землю прилетела не в виде гуманоидов на кораблях, а в бактериях внутри метеоритов. По его мнению, это доказывают некоторые новейшие исследования. Но все равно, где она зародилась? По всей видимости, на месте Солнечной системы была другая звездная система, которая взорвалась, то есть был взрыв суперновый, и, по-видимому, остались довольно большие куски материи, которые просто путешествовали, потом они агрегировались и образовали Солнечную систему. Если вычисления Алексея Шарова верны, у этого феномена два объяснения. Первое. Жизнь на нашу планету занесена с других, более древних миров. В пользу этой версии говорит ряд научных исследований. Клонные частицы космических полей в метеоритах прилетают микробы и бактерии. Очень похоже, что к нам прилетают строматолиты, колонии синих и зеленых водорослей, которые по возрасту старше Земли, старше Солнца. А это может говорить о том, что они точно инопланетяне, потому что они родились вне Земли. Тогда Земли еще не было. Вторая версия еще более фантастична. Какие-то неведомые нам космические силы искусственно вмешиваются в ход нашей земной эволюции, раскручивая ее колесо быстрее, чем нужно. Только в этом случае тот путь, на который формам жизни потребовалось 9 миллиардов лет, они прошли вдвое быстрее. Вот что думает по этому поводу известный британский исследователь Эндрю Коллинз. Идея о том, что было ускорение эволюции, это захватывающая и занимательная идея. Как это могло быть возможно? На мой взгляд, ответ — космические лучи. Космические лучи проникают через атмосферу Земли, приходя из разных источников. Но большинство из них останавливаются в верхних слоях атмосферы, а остальные безопасно достигают Земли. Другие, такие как нейтрино, проходят сквозь человеческое тело, и другие виды физической материи, не взаимодействуя ни с чем. Но есть некоторые виды космических лучей, которые, видимо, влияют на молекулярную структуру живых существ. Если все же предположить, что в далеком космосе взорвалась некая обитаемая планета, и наша Солнечная система подверглась массированной бомбардировке метеоритов, несущих уже готовый РНК и ДНК, то эти метеориты могли попасть и на соседние с нами планеты. Подтверждением именно этой гипотезы служат новейшие сенсационные находки на Марсе. На фотографиях, сделанных марсоходами Opportunity и Spirit, обнаружены объекты, похожие на окаменевшие кости. И некоторые из этих ископаемых похожи на кости небольших грызунов. Видно, что они симметричны и имеют анатомическую структуру. Можно разглядеть глазницы, челюсть, костный гребень, носовую кость. Это удивительно. Если кто-то хочет доказать, что это просто камни, то пусть сначала объяснит, почему они так симметричны и имеют эти биологические признаки. Программист Доник Швинд возглавляет независимую научную группу, которая анализирует снимки Марса. В нее входят физики, историки, биологи, геологи и даже специалисты по трехмерной компьютерной анимации. В результате своих исследований они пришли к однозначному выводу. На Марсе раньше была жизнь. Фотографии, сделанные в кратере Гусева, о многом рассказали специалистам. Если мы изучим эти фотографии, то найдем повсюду свидетельства части позвоночника, кости, черепа. Было бы странно, если бы мы находили повсюду исключительно черепа. Но там есть и другие части скелета. Найти на фотографиях эти части скелета очень сложно. Меня поймут исследователи Сахары. Там кости тоже выглядят очень незаметно, как куски камня на первый взгляд. И еще эти останки не разрознены. Если мы видим череп, то рядом находим и остальные части скелета. Кто оставил на Марсе древний египетский символ? История этого символа насчитывает около 8 тысяч лет. Зачем Земля исчерчена гигантскими рисунками? На снимках сверху они имеют идеально правильную конфигурацию. Сложно сказать, что это были за существа. Предварительно, окаменелые останки похожи на кости некрупных земных млекопитающих. А что касается разумных форм жизни, то Доник Швинд и его коллеги нашли нечто другое. Следы их деятельности. Несомненно, это пирамиды и дороги в регионе Сидония. Там есть несколько пирамид. Причем пирамиды намного больше, чем на Земле. Там вроде чуть ли не 2-3 километра высотой. И есть также сфинкс. Если бы все эти конструкции были созданы природой, тогда между ними не наблюдалось бы некоторых геометрических и математических закономерностей. Но такие закономерности наблюдаются. Мало того, что марсианские пирамиды идеально сориентированы по полюсам планеты и также относительно друг друга. Археолог Уэйн Гершель пошел в своих исследованиях еще дальше. Он заметил, что объекты вокруг лица на Марсе и долины пирамид в точности повторяют схему созвездия Плеяд. На Марсе в регионе Сидония есть каменное лицо, около которого есть идеальный кластер из семи скал. Корреляция с Плеядами феноменальна. На Марсе даже совсем маленькие детали ландшафта Сидонии совпадают с маленькими звездами Плеяд. Пока это наиболее точный узор, отражающий звездное небо изо всех, которые я видел. Но виртуального археолога Доник Швинт и его команду больше интригует другая местность на Красной планете. Эта гора находится в кратере Хаусарам. И это очень необычная гора, потому что в нее можно заглянуть. Она не закрыта, а полая внутри. И если мы увеличим картинку, то здесь, на вершине, можно увидеть круглое отверстие, купол. Специально для разгадки природы таких аномалий эксперты группы археолога Доник Швинта применили метод компьютерной фотограмметрии. Это способ воссоздания трехмерной модели объекта по снимкам, сделанным с разных точек. Таким образом можно даже рассмотреть те стороны объекта, которых нет на снимке. Эта технология широко известна. Она применяется не только в археологии, но и в криминалистике. Если мы возьмем трехмерное изображение, то увидим здесь платформу, пандус, который ведет прямо внутрь горы. Можно предположить, что здесь ездили какие-то объекты. И поэтому пандусу заезжали внутрь горы. Выглядит как следы от текущей лавы. Но если взглянуть под правильным углом, то понятно, что это пандус, ведущий внутрь. И это отверстие, эта дверь, огромная. Это потрясающе. Но самое поразительное открытие на снимках этого района – гигантский барельеф на вершине пирамиды. Крылатый диск. Точно такой же, как древний символ, хорошо известный на Земле. Крылатый диск является популярным знаком масонских лож, тайных обществ и даже военно-воздушных сил некоторых стран. Историки Ближнего Востока знают. Знак есть на каждом египетском храме, шумерской табличке или персидском барельефе. В Египте он обозначал бога гора и его территорию. История этого символа насчитывает около 8 тысяч лет. Первым делом найдем его в египетской мифологии. Там есть так называемые крылья бехедети. Бехедети – это одно из воплощений египетского бога гора. Его изображают как фигуру внутри крылатого солнца. Стоящая фигура внутри солнечного диска используется также в зороастризме. С этим связана вера в бога Ахура Мазда. Он символизирует власть света и является творцом и покровителем мира и человечества. А в шумерской мифологии диск означал отца богов Ашура. И родину богов – планету Нибиру. И я, как исследователь, могу с полной уверенностью вернуть Марсу его истинное имя древнее. А Нибиру – это имя Марса. Так вот, то знание, которое пришло с Марса на Землю и нашло свое отражение на Земле, в том числе в архитектурных сооружениях, оно очень коррелирует с тем, что мы видим на Марсе. Коллеги Доник Швинта не спешат с выводами, но гуманоидов на Марсе они все же нашли. Правда, нарисовано. В северной части кратера Тёбе есть геоглифы. Огромные рисунки на поверхности планеты. Они похожи на те, какими исчерчено плато Наска в Перу. Это геоглиф, гуманоидная фигура из Наски. А это с Марса. На обоих рисунках круглая голова и что-то вроде шлема. Круглые глаза, и здесь такие же, и вытянутое тело. А это недалеко от геоглифов. Очевидно, что это не природные формации, прямые линии. Здесь повторяются точки, а здесь треугольная фигура. Это не могло быть создано естественным путём. Геоглифы Наска в Перу — феномен, который наука объяснить не может. На плато длиной в 50 километров и шириной около 7 нанесены разнообразные линии, геометрические фигуры и рисунки. Они видны только с высоты птичьего полёта. Всё в Наске так устроено, что полную картину можно увидеть только с воздуха. С Земли вы ничего не увидите, ни фигур, ни линий, ничего. Только с воздуха всё открывается. И возникает вопрос, что это, собственно, такое? Линий около 13 тысяч, а рисунков около 30. Птицы, обезьяна, паук, цветы. Глубина линий от 10 до 30 сантиметров. Ширина отдельных полос может достигать и 100, и 200 метров. В длину же некоторые линии и по 10 километров. Это невозможно проделать на Земле, не видя всей картины в целом сверху. К тому же поверхность Платона, которой сделаны линии, неровная. Если эти фигуры идут по неровному рельефу, на снимках сверху они имеют идеально правильную конфигурацию. Тогда как просто элементарно по закону, если бы это делалось на Земле, они должны были уже искажаться. Потому что гипотенуза всегда длиннее катета. Но на снимках сверху всегда эти фигуры выглядят идеально правильными. Как же все эти рисунки нанесли древние индейцы, жители Ант? Для создания таких гигантских изображений нужна серьезная вычислительная аппаратура. Но даже если они обошлись без нее, кому были адресованы эти опознавательные знаки? Швейцарский исследователь древних цивилизаций Эрих фон Деникин посвятил много лет феномену Плато Наска и считает, что подобрался к разгадке. Обычно люди показывают фигуры пауков, обезьян и так далее, и делают вид, что в этом все и дело. Или показывают узкие линии, которые имеют ширину примерно один метр. Самая длинная из них — 23 километра. Но то, что не показывают зрителю, то, что видно с воздуха — эти громадные взлетно-посадочные полосы. А эти полосы — самое главное. По мнению Эриха фон Деникина, в глубокой древности кто-то пользовался этим плато как аэродромом или посадочной площадкой. И это может объяснить тайну параллельных расширяющихся линий. Я это так себе представляю. На орбите находился материнский космический корабль. Из него производились измерения. Например, им нужны ресурсы, минералы, руда, возможно, золото. Из корабля они видят место рождения. Это место необитаемо. Они понимают, что никому не навредят. И тогда они посылают машину-автомат, робота. Он приземляется на плато Наска. Он погружается все глубже и глубже. Вокруг летит песок и камни. Машина приземляется и начинает бурить. Производит измерения, какие ресурсы, минералы здесь есть. И после этого улетает. Остается линия. Трапецообразная линия. Широкая часть ее находится в том месте, где робот приземлялся. В том месте, где взлетал, она сужается. Что нашли исследователи марсианского рельефа? Когда-то существовала связь между нашими цивилизациями. Кто ведет радиопереговоры с Сатурном? Технические специалисты уверены, что люди не могли нанести вручную даже часть линий на плато Наска. Для всех изображений характерны два элемента. Спираль и кнутообразная фигура. Они встречаются в самых разных масштабах, но всегда замкнутые. По мнению ученых, это доказывает, что линии рисовались сверху и непрерывно. Излучатель энергии, которая это творила, по принципу работы может сравниться с оцилографом. Это свидетельство динамики в процессе изготовления вот этих фигур. Потому как, если взять просто зигзаги, прямоугольные, пиловидные, синусоидальные, это результат сложения движения в двух направлениях. То есть, если это импульсные скачки, то будет пилообразная. Если это мгновенные и с одной интенсивностью, это будет типа прямоугольных зигзагов. Если это плавно меняющиеся движения, это будут синусоиды. И вот для меня лично, вот эти вот все особенности, эти зигзаги, спирали, они скорее говорят о непрерывном движении вот этого объекта, с которого шла эта энергетика. Каков же мог быть источник этой энергии, которая раздвигала и разбрасывала камни в таких масштабах? Радиофизик Алла Белоконь долгое время работала в Киевской комиссии по аномальным явлениям и изучала феномен НЛО. Это помогло и продвинуться в разгадке тайны древних рисунков. У меня было впечатление, что я вижу в НАСКе иллюстрацию тех вещей, которые мне рассказывают про НЛО. Вот для НЛО характерны лучи аномального света. Почему я их так называю? Это они лучи еще твердого света, потому что лучи, которые выходят из НЛО, они не рассеиваются. То есть вот для электромагнитного излучения идет потеря мощности от квадрата расстояния, они как бы затухают. Именно энергетикой вот этих лучей, как Мак Кэмпбелл описывает, она способна притягивать предметы, переворачивать, давать им даже такой момент кручения. У рисунков НАСКа есть странная особенность. Все они выполнены одной линии без разрыва, которая нигде не пересекается. Физики отметили сходство рисунков линий с электросхемами, выполненными одним проводником. Он не может не пересекаться, иначе получится короткое замыкание. Не прерываться. В этом случае будет разрыв цепи. Когда профессор Евгений Файдыш впервые увидел линии НАСКа, он подумал, что они напоминают печатные платы, а отдельные фигуры очень похожи на современные фрактальные антенны. Определенная форма, эта форма, она уже резонирует. То есть, в принципе, те же антенны, их можно карандашом даже нарисовать, если там графит, чтобы он проводящий был, она будет как антенна работать. Там не материал играет основную роль, а именно геометрия формы. Получается, плато НАСКа – это комплекс связи. Если линии НАСКа действуют подобно антенне, то есть принимают и передают сигналы, то возникает вопрос – куда же она направлена? И по мнению Евгения Файдыша, ответ на этот вопрос – следует искать не на Земле. Они настроены, по-видимому, на какие-то космические объекты, и принимают информацию, энергию из космоса. Но тогда какую роль выполняют геоглифы на Марсе? Может ли быть, что у земных и марсианских рисунков один автор? Символы на Марсе и в НАСКе очень похожи, поэтому довольно легко установить взаимосвязь между ними. Это было бы слишком невероятно, что природа два раза совершенно случайно создала два таких похожих объекта. Все это – свидетельство того, что когда-то существовала связь между нашими цивилизациями. Но когда это было, определить практически невозможно. Физик Альфред Теплов считает, что авторами древних памятников и на Земле, и на Марсе могли быть жители планеты, которая раньше находилась между Марсом и Юпитером. Астрономы назвали ее Фаэтон. Сегодня на ее месте находится пояс астероидов. Химический анализ этих обломков показал, что это останки планеты, на которой, возможно, даже была вода. Все это позволило ученому предположить, что Фаэтон мог быть обитаем. Пояс астероидов, больше ничего, ни на что я не опираюсь. Я уверен о том, что тут существовала планета. А почему она разрушилась, почему она не существует, это уже другой вопрос. Астрономы не могут точно сказать, когда погиб Фаэтон. Называются даты и миллиард, и сотни тысяч лет назад. А по мнению Альфреда Теплова, катастрофа могла произойти и не так давно, и даже остаться в памяти людей. После того, как погибла планета какая-то, то на Землю обрушиться мог целый дождь этих метеоритов всевозможных. И эти метеориты могли привести как раз к возникновению Всемирного потопа. То есть они вскипятили своим падением океан, растопили эти северные и южные полюса, ледники. И поэтому действительно получилась такая история, что произошло затопление очень большой территории суши на земном шаре. В то же самое время знатоки древних текстов уверенно заявляют, что ни в одном манускрипте прямо не говорится, что кто-то прилетал с Марса или Венеры. А ведь эти небесные тела, видимые даже невооруженным глазом, были известны с эры самых первых наблюдений за небом. Древние народы уделяют внимание многим звездам, созвездиям, причем далеким от нас, но ни в одном древнем предании, ни в одном манускрипте нет даже и близкого упоминания о том, что звездные прародители человека или небесные прародители проживали или пришли с планет, которые расположены близко от нас, с Марса, Венеры или с Фаэтона. Доник Швинт склоняется к гипотезе фон Деникина. По его мнению, Родина тех, кто нанес гигантские рисунки и построил пирамиды на Земле и Марсе, находятся даже не в Солнечной системе. Я скорее сторонник той теории, что на Марсе и Сатурне мы видим следы пребывания именно пришельцев. Для меня марсиане скорее инопланетяне, а не туземцы. Мало кто знает, что Сатурн — одна из самых загадочных планет. Как она живет и что происходит на ней, пока не может объяснить никто. Например, с тех пор, как космический зонд «Кассини» впервые записал исходящие от Сатурна странные радиосигналы, прошло уже около 10 лет. Но ни агентства НАСА, ни ученые до сих пор не могут объяснить природу этих звуков. Запись попала в интернет. Энтузиасты уже назвали ее переговорами пришельцев. Послушайте сами эти леденящие кровь голоса с планеты Сатурна. Действительно, похоже на загадочные радиопозывные. Во всяком случае, четко слышен ритм и закономерности. Вот еще необъяснимые факты. Странный объект, снятый камерами «Кассини», будто бы выстреливает струю плазмы. Что это? Сопло двигателя? Снимки были сделаны 20 ноября 2007 года. Кроме того, исследователи снимков телескопа Хаббл рассмотрели на Сатурне загадочный шестиугольник. А на кольцах планеты сигарообразные объекты правильной формы. Эта информация была опубликована в солидном научном издании журнале Science News. Однако, если жизнь попала в Солнечную систему извне, то откуда? На днях аэрокосмическое агентство НАСА официально сообщило об открытии сразу 715 новых экзопланет. Космический телескоп Кеплер, стартовавший с Земли в 2009-м, два года собирал данные о возможном существовании планет в видимой ему части Вселенной. И еще два года проверял эти данные. Все эти небесные тела вращаются вокруг 305 звезд и имеют разные размеры. В основном это небольшие планетки вроде Нептуна. Вторая по численности группа объекты вроде Земли. Более того, четыре обнаруженные экзопланеты входят в так называемую зону жизни. Таким образом, всего на данный момент астрономам известно около 1700 планет вокруг других звезд. А в ближайшие годы это число легко может превысить несколько десятков тысяч. По оценкам нашей галактики, ну минимум 100 миллиардов планет должно быть. Причем сейчас пошло время, когда мы открываем огромное количество планет. Среди них есть такие планеты, где мы находим воду. То есть шлейфы атмосферы, которые теряют эти планеты, мы наблюдаем водород и кислород, значит там есть вода. Открытые сегодня новые миры поражают многообразием. Газовые, водные, скалистые, металлические, гигантские, совсем крохотные, ледяные или раскаленные до нескольких тысяч градусов. Есть даже алмазные планеты, как гигантские драгоценные камни. А это самая темная из известных планет. Она настолько черна, что поглощает почти весь попавший на нее свет. Но цвет не всегда показатель того, что условия на планете ужасные или наоборот благоприятные. Эта голубая планета расположена на расстоянии более 60 световых лет от нас. На ней не прекращаются дожди и стекла, которые переходят в штормах. Есть миры, которые освещаются сразу двумя или даже тремя солнцами. Есть даже блуждающие планеты. Это небесные тела, вытолкнутые со своей орбиты и потерявшие свою звезду. Но на каких из них может быть жизнь? Должна ли она быть основана на углеводородных соединениях, как у нас? Жизнь основана на атомах других химических элементов. На атомах азота, на атомах, допустим, я не знаю, ну каких там, бора или кремния. Это вопрос отдельный. Дело в том, что образование сложных веществ – это сложный процесс. Углерод дает наиболее простые варианты, которые реализуются быстрее, легче. Вот углеродная форма жизни, я думаю, самая спространенная, наверное, все-таки. Кого встретили ученые на месте посадки НЛО? Очень похоже на человека. Когда на самом деле построены пирамиды? Мы наблюдаем очень долгий проект, который начался 10500 лет до нашей эры. Большинство экспертов предлагает определять наличие жизни не по химическому составу планеты, а по спектральному классу ее Солнца. Именно в тех системах, где звезда древнее нашей, скорее всего и существует взрослая и разумная жизнь. Также, если мы ищем инопланетян наподобие нас, а с иными формами разума мы вряд ли сможем взаимодействовать, стоит отсеять миры со слишком большой или малой гравитацией, чтобы братья по разуму были примерно нашего размера. Вот наша звезда Г, О, Б, А, Ф, Г, К, М. Это вот основная цепочка спектральных классов. Чем дальше я говорю букву, тем она холоднее. Г – желтая, К – оранжевая, М – красные звезды. Чем краснее звезда, тем она холоднее, тем ближе надо к ней находиться. Наверное, планетки, находящиеся вблизи маленьких таких красных карликов и звезд, я представляю, насколько это уютно, и даже миры какими-нибудь такими полями, какими-нибудь озерами, там маленькие планетки, вращаясь вокруг своей маленькой звезды, и там живут свои жители. Размышляя, какова вероятность, что инопланетяне есть, и уже добрались до нас, астроном Владимир Крупков вспоминает, что, возможно, и сам видел гуманом. Все произошло в странном, аномальном месте Алтая, которое называется Черный узел. Удивительное место, где сходятся три хребта, на плата высотой 2200 метров, с ним выйдут каскады водопадов и озер в одно место, с другого там Палевское озеро, дурное в народе, свечения, лучи какие-то бьющие, с него народ старается в стороне обходить это озеро. Группа российских ученых, физиков, математиков, программистов и астрономов вооружилась приборами и отправилась исследовать странное место. Все они стали свидетелями фантастического происшествия. Там были палеонтологи из Китая, наши палеонтологи из города Ридер, и, по-моему, кто-то из американцев там был, из наемных ребят. И они говорят, что около их лагеря, там есть два холма таких, с осеночками под водопадами, что около них облетала летающая тарелка, похожая на канистру. Она сделала три оборота вокруг, присела недалеко от них и улетела. И вот они попросили нас приехать и посмотреть это место, где она садилась. Ученые начали изучать предполагаемое место посадки НЛО. Как вдруг что-то вокруг неуловимо изменилось. Вот все нормально было вроде бы, а потом такое ощущение было, что потемнело. Вот ощущение, что как будто куполом накрыли, каким-то фильтром. То есть все было видно, нормальное ощущение, что свет два раза упал. Вот как-то отвлеклись на это внимание, и боковым зрением заметили движение. По словам Владимира Крупко, в нескольких сотнях метров от них по склону двигалось странное полупрозрачное существо. Причем было видно ощущение, ну, как из стекла, существо сделанное. И горы переливались, вот как разная плотность, скажем, если это не однородное какое-то стекло, да, оно имеет форму какую-то, это вершины гор переливаются. И вот это продвигалось все около нас в том раз, как будто бы растворилось. Очень похоже на человека. Похоже на того из фильма «Хищника». Это я всегда сравниваю, что очень похоже. Как полагается членам научной экспедиции, эксперты независимо друг от друга зарисовали увиденное. Рисунки полностью совпали. Это не могло быть массовой галлюцинации. К сожалению, больше никаких вещественных доказательств в тот раз добыть не удалось. И когда вот это происходило, даже мысль не возникла схватить фотоаппарат из фотографирования. То есть вот настолько были поражены этим зрелищем. Мы потом попытались по тем вот камням, которые там были, по утесам, высота вот мы определили около трех метров. Вот так мы определили для себя. И когда меня спрашивают иногда, а сколько вы видели инопланетян? Я говорю, а сколько надо увидеть, чтобы поверить, что мы в этом мире не одиноки? Мне этого случая хватило за глазу. Откуда вообще родилась идея, будто тысячи лет назад нашу планету посещали пришельцы? Эпос некоторых древних народностей прямо указывает на то, что их прародителями являются боги, сошедшие с небес. Если говорить о космографии, о расселении звездных предков древних народов, то, наверное, все-таки следует начать с Библии, где есть такие очень интересные слова. Кто есть творец созвездия Ориона и Семизвездия? Господь ему имя. Амоса 5.8. Под Семизвездием в данном тексте подразумеваются Плеяды. И все-таки, даже если оставить наших звездных предков-фантастов, все равно остаются вопросы. Если внимательно присмотреться к некоторым доисторическим памятникам и доисторическим достижениям наших предков, нельзя не заметить поразительного, ничем не объяснимого несоответствия между уровнем развития древних жителей Земли и тем, что они оставили нам в качестве археологических находок. Первым, кто обратил внимание научного мира на эти факты, был английский археолог Джон Эрик Томпсон. Изучив календари индейцев майя, их достижения в математике и астрономии, он оставил в своем труде изумленные строки. Цитирует. Что за умственные выверты привели майя к составлению карты неба, но не позволили им дорасти до принципа колеса? Что позволило им научиться считать миллионами, но не суметь взвесить даже мешок кукурузы? Трудно не согласиться с известным археологом по поводу умственных вывертов древних людей. Кстати, то же самое имеет прямое отношение и к египтянам. Огромные пирамиды, инженерная сложность которых сделает честь и современному архитектору. Откуда 4 тысячи лет назад такие знания? Они не зная о том, что Земля круглая, не зная длины ни меридиан, ни параллелей, не точно вычисляя объект, Землю по ее размерам, не зная расстояния до Солнца и до Луны, они могли так четко скоординировать эти пирамиды, что эти пирамиды идут точно по меридиану. Угол наклона коридоров, которые там есть, они напоминают, значит, угол видения на некоторые звезды, в частности, там, на Венеру. И многие другие совпадения, которых так много, что случайности это трудно назвать. Египтолог Роберт Бьювел первым обратил внимание, что Великая пирамида Хеопса идеально сориентирована по сторонам света. Но оказалось, что ее параметры учитывают еще и ряд космических координат. Великая пирамида – самое идеальное, самое большое, самое впечатляющее, установлена на Земле в идеальном соответствии с астрономическими сторонами света. Иными словами, они должны были прицеливаться в какое-то небесное тело, чтобы достичь такого рода точности. Великая пирамида точна до 5% одного градуса. Идеально в соответствии с четырьмя сторонами света. Каждая сторона направлена в сторону одной из сторон света. Это всегда поражало, поскольку, чтобы достичь такой точности, нужно прицеливаться в маленькую точку, вероятно, звезду. Это должна быть звезда. Нельзя прицеливаться в Солнце, оно слишком велико. Историка Грама Ханкака всегда манили тайны египетских пирамид. Он изучал их много лет и недавно сделал странное, интригующее открытие. В наследие Египта ученый нашел следы неизвестной, высоко развитой цивилизации. Сначала он подобрался к разгадке того, почему Сфинкс – это лев с головой человека. Куда он смотрит, чье у него лицо и зачем он нужен. Официальная точка зрения Грама Ханкака не устраивала. Она гласит, что Сфинкс – это статуя фараона Хафры, владельца второй пирамиды и построена 4,5 тысячи лет назад. Но новейшие данные геологии показали, что монумент гораздо старше. Эрозия на теле Сфинкса является результатом того, что он находился тысячи лет под экстремально сильным дождем. Такого дождя в Египте не было за последние 5 тысяч лет. Нужно идти за тысячи лет до этого, чтобы наткнуться на упоминание про действительно сильный дождь на исходе ледникового периода, который мог быть причиной такой эрозии Сфинкса. В таком случае, когда же и кем был построен Великий Сфинкс? Чье лицо у Великого Сфинкса? Лицо Сфинкса, оно отличается от любой человеческой расы. Где искать следы допотопной цивилизации? Мы датируем до почти столь же древних эпох. 8, 9, 10 тысяч лет до нашей эры. Вероятный ответ на первый вопрос Хэнкок получил неожиданно. С помощью точнейших компьютерных программ он вычислил, куда смотрит статуя. Оказалось, в условную точку на горизонте, где восходит Солнце в день весеннего равноденствия. Что бы это значило? Какие еще астрономические объекты находятся на небе там, куда устремлен взгляд Сфинкса? Созвездие Зодиака. Но из-за сложного вращения Земли они постепенно сдвигаются на небе. Тут Хэнкока осенила догадка. Оставалось понять, когда перед восходом Солнца статуя смотрела на созвездие, которое, вероятно, олицетворяет Льва. Так получилась дата. На рассвете в день весеннего равноденствия в 10500 году до нашей эры точно в этот момент созвездие Льва находится точно над Великим Сфинксом, который, конечно, является скульптурой с телом Льва и, как мы предполагаем, изначально и с львиной головой. Потом те, кто обнаружил эту скульптуру, переделали ее в скульптуру с лицом человека, но изначально это был полностью Лев. Но кто и зачем сделал Льву голову человека и чье же это лицо? Облик сильно поврежден, но компьютерная реконструкция внешности дала поразительные результаты. Лицо Солнца, оно отличается от любой человеческой расы, и это не является, как считают египтологи, лицом фараона Хафра. Доказано американскими исследователями, что на самом деле ни одно лицо земное не похоже на лицо Сфинкса. В поисках решения Грэм Хэнкок продолжил исследование пирамид. Его интересовало, зачем эти сооружения точно соориентированы по сторонам света. Возможно, пирамиды Гизы также имеют связь с астрономическими объектами. Здесь Хэнкок соединил свое исследование с открытием, которое сделал египтолог Роберт Бьювелл. Я заметил, что расположение пирамид совпадает с поясом Ориона. У нас такое же расположение пирамид на Земле, представленное в небе. Есть две большие и две яркие звезды в поясе Ориона. Всего в поясе три звезды, и третья, менее яркая звезда, смещена так же. Пирамиды на Земле расположены относительно Нила так же, как пояс Ориона расположен относительно Млечного Пути. Так что получается, что у нас есть карта в небе, которая схожа с тем, что есть на Земле. И наоборот, это стало известно как теория корреляции по Ориону. Каждый может убедиться, что три пирамиды и река Нил в точности повторяют схему созвездия Ориона. Однако ученым не давала покоя небольшая погрешность. Они поняли, что на плато Гиза опять же отражена не сегодняшняя карта небес. Если вы возьмете астрономическую компьютерную программу и начнете пролистывать обратно картины неба, вы заметите изменение расположения созвездия Ориона до тех пор, пока вы не дойдете до 10500 года до нашей эры. 12,5 тысяч лет назад. Там потрясающее сходство из трех звезд и пирамид становится просто идеальным. Более того, река Нил полностью совпадает своей позиции с расположением Млечного Пути в тот момент времени, 12,5 тысяч лет назад. Я не говорю, что тот, кто создавал комплекс Гизы, также расположил Нил там. Нил уже был там. Но это месторасположение было выбрано из-за расположения реки Нил в то время. Древнеегипетский жрец Манифон составил единую летопись истории страны. Египтяне были убеждены, что изначально ими правили боги, жившие на земле. Это благословенное время называлось Зептепи. Гранитный храм на плато Гиза и великую пирамиду Хеопса связывают с богами Осирисом и его супругой Изидой. Символом Осириса и было созвездие Орион. Символом Изиды была звезда Сириус. Время правления Осириса по Манифону приходится на середину десятого тысячелетия до нашей эры. Выходит, что так мы получаем возраст пирамид двенадцать половиной тысяч лет назад. Указания на время Хэнкок и Бьювелл нашли и в третий раз. Изнутри Великой пирамиды от так называемых камеры царя и камеры царицы идут четыре шахты. Они направлены на конкретные звезды. Из этой комнаты выходят проходы, шахты под определенным углом. В королевской комнате есть шахты, которые были направлены... Ведь звезды изменили положение. Во время строительства они были направлены в сторону пояса Ориона. Мы совместили все эти данные, что очень сильно поддержало эту гипотезу. Однако здесь результаты датировки были противоречивы. Все эти четыре шахты направлены на четыре звезды, на позиции, которые они занимают не 10500 лет до нашей эры, а в 2500 лет до нашей эры, во время раннего Египта. К примеру, шахта в камере царицы направлена на звезду Сириус, на ее место в 2500 году до нашей эры. И звезда Сириус была очень важна для древних египтян. А шахта в палате короля направлена на самую низкую из трех звезд пояса созвездия Ориона, которую древние египтяне ассоциировали с богом Осирисом. И это не может быть случайностью. То же самое с северными шахтами, которые направлены на звезды созвездия дракона и малой медведицы. Но ведь вся история Египта, согласно общепринятой точке зрения, началась всего 5000 лет назад. Кто и зачем мог оставить звездный маркер на дату, когда, по мнению официальных историков, не было никаких разумных цивилизаций? Научный мир воспринял открытие Бьювилла и Хэнкока в штыки. Скептики снова и снова перепроверяли результаты вычислений и так и не смогли найти ни одной ошибки. Астрономия была очень точна, аргументы были очень убедительными. Но где же артефакты? Где какие-либо доказательства того, что там были люди? Однако недавно мы обнаружили свидетельства на локациях в Сахаре, которые мы датируем до почти столь же древних эпох, 8, 9, 10 тысяч лет до нашей эры. Мы также нашли локации в Турции, в Гебек-Литепе, которые дают такие же даты. Так что сейчас есть очень сильное давление в сторону того, чтобы поверить, что цивилизация куда старше, чем мы думаем. Что все это значит? По мнению Грама Хэнкака, каменные монументы в Египте хранят дату и тайну событий, о которых большинство людей уже забыло или же не знало никогда. Эти памятники воздвигали на земле возле реки Нил для того, чтобы сохранить, сберечь, увековечить определенный момент времени. Так что мы наблюдаем очень долгий проект, который начался 10500 лет до нашей эры и был обновлен и закончен в 2500 году до нашей эры. Что это за проект? Кто может знать ответ? Возможно, к разгадке нас приблизит открытие кандидата технических наук Светланы Павловой. Под египетским городом Дендера находится большой и хорошо сохранившийся храм богини Хадхор. Самая главная его ценность — цветные росписи на потолках, честь которых сохранила свое великолепие до наших дней. В главном зале с массивными колоннами на высоте 18 метров изображен линейный зодиак. А на верхнем этаже — круглый календарь. Абсолютная загадка для науки. Вот перед вами это зодиакальный календарь. Но это не оригинал. Оригинал сейчас находится во Франции. Светлана Павлова посвятила расшифровке дендерского зодиака много лет. Она работала с фотокопией оригинала. Светлана Николаевна обнаружила, в календаре с помощью математики и геометрии записано важнейшее послание. Когда я смотрела, еще не углубившись в сам этот дендерский зодиак, я просто смотрела на него и понимая, что египтяне обладали невероятным уровнем знаний, что они не могли просто так нарисовать фигуру, что они должны определенным закономерностям подчиняться. Их расположение, должны фиксировать какие-то моменты, они должны передавать информацию. Это не украшательская картинка. Просто так для чего-то взяли и для украшения интерьера взяли и нарисовали. Какие секреты хранятся в архивах тайного общества? Орион – это то созвездие, откуда на Землю в древние времена сошли инопланетяне. Кто жил на планете до нас? Мы, выжившие после некой катастрофы, мы забыли все, что было до нее. На дендерском зодиаке изображено звездное небо. Но не сегодняшнее, а какое люди видели 12,5 тысяч лет назад. И планеты Солнечной системы, которых на дну больше, чем мы знаем. На всей картине идеальное совпадение астрономических координат. Но некоторые фигурки, обозначающие созвездия и планеты, стоят не там, где должны быть. Вряд ли это случайно. И вот это говорит уже о том, что этого не может быть. Стой! В этом что-то есть. Это стоп-кадр. Вот поэтому отсюда начинается расширок. Светлана Павлова считает, что восстановила смысл летописи. Там зафиксирована великая катастрофа в Солнечной системе. Между Марсом и Юпитером на дендерском зодиаке изображена неизвестная планета. Ее символ Сетт. Бог войны и разрушения. Значит, она была уничтожена. Гибель Файтона и зафиксировали египтяне на этом. Зодиаке. Теперь мне пока, я думаю, что в дальнейшем я еще буду этим заниматься, но пока я увидела еще вторую катастрофу. Второе действие апокалипсиса было связано с нашей планетой. После гибели Файтона время на Земле остановилось, пошло в обратную сторону и только потом вернулось в свое русло. Светлана Павлова сделала этот вывод из расположения вот этих богов времени Декана. В своей шкале или временном цикле они стоят неравномерно. Такой поворот событий возможен после удара астероида, который заставил планету вращаться в обратную сторону. Мы выжившие после некоторой катастрофы. Мы забыли все, что было до нее. То, что произошло, сделало нас просто охотниками и собирателями. Это объяснимо. Представьте, что вы оказались на необитаемом острове на несколько недель. Вам бы даже времени не оставалось думать о чем-то еще. И вам потребуется много поколений, чтобы оправиться от этого, создать образование, добычу металлов, нормальную экономику. Они начали все снова, как охотники и собиратели, а прошлое стало легендой. Грамм Хэнкок нашел в преданиях разных народов, как все это происходило. Именно это и был великий потоп, который упоминается в древних текстах. Уровень воды поднялся на 120 метров. По всему миру гигантские куски льда стали таять, огромные наводнения развелись по земле, ровняя земной пейзаж. Все стирая на своем пути и впадая в океан, чрезвычайно сильно повышая уровень моря. Более чем 27 миллионов квадратных километров земли ушло под воду в то время. Это примерно площадь Европы и Китая вместе взятые. Множество земель просто ушли под воду. Этот катаклизм был такой силы, что он разрушил многие объекты инфраструктуры и в конце концов стер память о процивилизации. Человечество превратилось в особи с амнезией, но в этом катаклизме остались и выжившие. Они селились в разных местах по всему миру, в ключевых местах. Одним из таких мест была Гиза в Египте, другое находилось в Центральной Америке в районе поселений Майя Юкатан в Мексике. По этой версии, около 3000 лет до нашей эры уцелевшие представители высокоразвитой расы решили заново создать на Земле цивилизацию и начали с Ближнего Востока. Там уже жили примитивные племена, но их история получила новый импульс развития. История Древнего Египта появилась по историческим данным неоткуда, как чудо, полностью сформированное, способное к самым экстраординарным произведениям архитектуры. Единственное объяснение этому, которое я могу дать, это то, что эти знания были сохранены и переданы через тысячи лет той потерянной древней цивилизации. Но это не единственная космическая катастрофа прошлого. И что хуже всего, страшные события происходят периодически. Светлана Павлова продолжает работать с дендерским зодиаком, чтобы вычислить опасный момент. Вот тот самый цикл, который здесь четко обозначен, это 20, ну, грубо говоря, 26 тысяч лет. И этот цикл уже не единожды прошел по Земле. И это значит, что космически Земля попадает в определенные точки, которые вот здесь обозначены, регулярно. И вот эта регулярность выражается в очень редком расположении деканов. Когда именно случится очередной апокалипсис? И что же происходит в эти периоды? Оказывается, знания египетских жрецов, которые строили пирамиды и чертили дендерский зодиак, отчасти еще сохранились. В архивах тайного общества самой закрытой масонской ложи современности. Она называется Орден Египетского масонства древнего и принятого устава Мемфис Мицераим. Его глава, Франк Риппель, дал нам эксклюзивное интервью, в котором раскрыл часть масонских тайн. По его словам, пришло время узнать о том, что произошло 12,5 тысяч лет назад. В этот исторический момент на Земле состоялось вот это разрушительное событие, которое называется Всемирным потопом. И очевидно, многие разные народы получили своевременное предупреждение об этом и предприняли какие-то меры для того, чтобы спастись. Масонские тексты говорят, что информация о грядущей катастрофе поступила не от кого-нибудь, а от пришельцев. Они имели на Земле своих представителей-жрецов и общались с ними, давая знания и контролируя развитие цивилизации на Земле. Однако на нашей планете случилось нечто настолько страшное, что им пришлось прилететь и вмешаться. Возможно, и побыть какое-то время. Вот почему у многих народов есть культ созвездия Орион. Орион — это то созвездие, откуда на Землю в древнее время сошли инопланетяне. И три египетских пирамиды поэтому полностью воспроизводят расположение трех главных звезд в созвездии Ориона. И не только эти пирамиды. И такие, и другие, как Красная пирамида, они всегда воплощают в себе полностью вот все созвездия Ориона. Красная или ломаная пирамида в Дашуре — очень странный объект. Летопись утверждает, что ее построили раньше трех больших пирамид в Гизе. А столь странная форма объясняется неверными расчетами при строительстве. Современная наука утверждает, что ломаная пирамида получилась в результате того, что ее высота должна быть сперва запланированная 128 метров. Но из-за того, что там одна версия утверждает о том, что из-за плохой почвы стали трещины появляться в пирамиде. И поэтому пришлось изменить угол наклона с 54 градусов угол наклона граней до 43. Но немножко нелогично, конечно, как это так? Зачем же тогда вообще не остановить, если началось разрушение? А вот что обнаружили технические специалисты при детальном анализе Красной пирамиды. Древние архитекторы зачем-то изменили угол наклона граней с 54 до 43 градусов. В день летнего солнцестояния лучи Солнца падают на верхнюю грань под углом 54 градуса. В этот же день, в день летнего солнцестояния, то есть 22 июня по нашему времени, скажем так, лучи Солнца падают под углом 43 градуса, то есть под углом верхней грани. Оказывается, даже эти параметры не случайны. Только что они означают? Если сумма углов у нас 43 и верхняя, и 54 в сумме составляют 97 градусов, то если от 180 отнимем 97, то у нас получается 83 градуса. 83 градуса – это угол падения солнечных лучей в день летнего солнцестояния на Землю. Таким образом, по утверждению исследователей, не все древние тексты – легенды и мифы. В некоторых содержится реальная информация о прошлом человечества. Одна из загадок, которая волновала меня в моем исследовании, заключалась в той удивительной схожести тем и информации о мифах и традициях по всему миру. Например, очень удивительно находить в мифологии многих разных культур от древних майя до древних египтян, древних индейцев понятие о том, что Бог спускается с небес на Землю, со звезд, если хотите, а иногда даже с определенных звездных систем, например, созвездия Ориона или Плеяды. Такие боги приносили мудрость на Землю. Зачем спецслужбы изучали древние мифы? При одном из подразделений КГБ был создан закрытый научный институт. Как связаны египетские пирамиды и созвездия Лебедь? Я понял, что есть еще одна звезда, которая не была представлена пирамидой. По словам Франка Риппеля, это объясняет, почему пирамиды находят в разных уголках нашей планеты у народов, которые разделены океанами и эпохами. Эти каменные сооружения – технология иной, более старшей расы. Цивилизации, которые никак не соприкасались друг с другом, все обладали умением строить пирамиды. Соответственно, очевидно, что было какое-то инопланетное влияние, какой-то контакт, в результате которого инопланетяне передали это умение строить пирамиды. То, что говорит этот человек, может показаться фантастикой. Однако мало кто знает, что в начале 80-х годов прошлого века к масонским тайнам и наследию древних цивилизаций с большим вниманием отнеслись советские спецслужбы. Сверхсекретный проект научно-исследовательского института КГБ СССР так и назвали «Орион». В его рамках аналитики изучали древние тексты. Военные специалисты имели доступ к таким интересным библиотекам, как, например, к Александрийской, потому что там есть, скажем, тексты, которые можно встретить только в истории к Манифонам. А мы прекрасно знаем, что все работы Манифона сгорели в Александрийской библиотеке. И конкретно указывается вот в этих документах, что вот именно те первые правители Египта, они были неким иным, как выходцами из других планет. Исследователь Николай Суботин утверждает, что его источники передали ему часть документов, с которых снят гриф секретности. При одном из подразделений КГБ был создан закрытый научный институт, который в то время носил название «Кодовая ромба». Все дела этого проекта, ну вот я разговаривал со специалистами, которые эти папки в руках держали. Некоторые папки мне тоже посчастливилось подержать в руках. То есть я понял, что это там не какой-то не фотошоп, не наводил какой-то это реально существующие документы. В документах советского проекта «Орион» есть схема, где пирамиды Египта спроецированы на плато Наска в Южной Америке. Эта графическая модель также показывает, как созвездие «Орион» четко накладывается на комплекс пирамид в Гизе. Зачем это делалось? Возможно, аналитики просто искали сходные черты. Но не исключено, что у них были и другие соображения. Очевидно, строя вот эти комплексы, может быть, это, знаете, вот как огромный пазл. То есть одна схема дополняет другую. Цели мы, конечно, до сих пор понять не можем, и сложно их понять, но, тем не менее, прослеживая эти тенденции, понимаем, что влияние цивилизации было глобально, скорее всего, на всю планету. Историк Эндрю Коллинз сделал в Египте еще одно громкое открытие. Он изучал культ созвездия Северного Креста или Лебедя. Исследователь заметил, что древнеегипетская богиня справедливости Маат изображалась всегда крылатой, либо с пером, украшающим ее головной убор. Рассуждая об этом, Эндрю Коллинз предположил, а что, если объекты на плоту Гизы копируют не только Орион? Он наложил на карту пирамид схему созвездия Лебедя и был поражен. Сходство идеальное. С одной, опять же, небольшой погрешностью, которая и привела его к сенсации. Я понял, что есть еще одна звезда, которая не была представлена пирамидой. Это как раз был Денеп. Ярчайшая звезда, которая на небе отмечает вход в небесный мир. Когда я посмотрел на карте, я подумал, что, может быть, там есть какой-то вход в пещеру, которая существовала ранее, а сегодня ее нет. И я открыл, что там была гробница, о которой никто ничего не писал, которая находится в углу плато Гизы. Экспедиция, которую организовал Эндрю Коллинз, подтвердила, что под плато Гиза находится целый лабиринт из пещеры-катакомб. В 19 веке уже была попытка исследовать подземелья под пирамидами. И тогда даже нашли странную гробницу, в которой находилось большое количество мумий-птиц. И я подумал, что, может быть, эта гробница, которую мы теперь называем гробница птиц, когда-то была входом в комплекс пещер. Исследуя эту гробницу, мы нашли в этой гробнице вход в огромную естественную систему пещеры, о которой никто не знал. Мы несколько раз исследовали ее. И ее открытие было всемирной сенсацией. Я много писал об этом. Интересно, что никто не знал, что эта пещера существует. Но мы нашли ее. Что невероятно, потому что мы нашли ее благодаря знаниям об ориентировке по звездам лебедя трех великих пирамид. Созвездие лебедя, по мнению древних, считалось входом в небесные чертоги, которые существовали в Млечном Пути. Но мало кто знает, что с этой фигурой звездного неба связана загадка, которая сегодня не дает покоя современным астрофизикам. Лебедь — это источник так называемых космических крыс, субатомных частиц космической энергии. Космические лучи исходят из определенного источника в созвездии лебедя, известного как Лебедь Х3. Это либо черная дыра, либо нейтронная звезда на орбите куда большей звезды. И периодически этот источник выпускает космические лучи или радиацию прямо в сторону нашей Солнечной системы. Они облучают нас постоянно, даже под землей. Пока сложно сказать, искусственного ли происхождения это излучение. Над этим вопросом работают экспертные группы во всем мире. Созвездие лебедя в 21 веке важно тем, что это одно из главных мест поиска внеземной жизни. Сотни планет были открыты на орбитах звезд в районе созвездия лебедя. На некоторых из них практически определенно имеются какие-то формы жизни. Есть шанс, что когда мы наконец найдем доказательства существования внеземной жизни, крайне вероятно, что одним из первых мест, где эта жизнь будет найдена, будет созвездие лебедя. То, что древние народы тысячи лет назад обладали технологиями и научными знаниями, которые порой не соответствовали уровню их развития, давно уже научный факт. И, конечно, самое простое объяснение напрашивается само собой. Одни считают, что эти знания принесли на Землю гости с других планет. Другие, что задолго до нас на Земле существовала какая-то древняя цивилизация с очень высоким уровнем развития. Однако есть у этих теорий одно слабое место. Вещественные доказательства. Их нет. По крайней мере, пока нет. Мы углубляемся в тот период, который отображен в письменных источниках. То есть это где-то последние какие-то 7 тысяч лет назад. За такой короткий промежуток, конечно, развитая цивилизация не могла бы не оставить о себе следов. Потом, если она была связана со строительством таких аппаратов, имела в наличии такое оружие, наблюдательные и приборы для ориентирования, она должна была бы использовать какой-то материал. Должны были бы быть какие-то рудники, шахты, места разработки полезных ископаемых, траншеи и так далее. Но, как показывает исследование, до начала активной разработки полезных ископаемых, ресурсы Земли практически были не тронуты. И лишь одна загадка противоречит этому безупречному логическому доводу. Лавозерские тундры. На языке саамов это место называется Луяврут, что в переводе означает «хребет усильного озера». Горный массив огибает сей дозеро, священное для саамов место. Это плато, по данным геологов, образовалось 350 миллионов лет назад. А когда-то здесь был действующий вулкан. Там не выбрасывал клубы дыма, пепла и лавы какой-то раскаленной. А он извергался приблизительно так, как вы... Если вы возьмете зубной пасту, зубной, тюбик, и будете выдавливать, вот приблизительно так же, такое же извержение там было. Застывшая лава начала трескаться и образовала многочисленные каньоны и ущелья. Буквально выброшенными на поверхность Земли оказались сотни видов минералов, в том числе редкоземельные элементы. Сейчас добывают минералы Эвдиолит, Лапарит, попадается Герин, добывают металл Тантау, Необи, Титан, которые идут в оборону промышленности. Освоение уникальных рудников Луя-Врурта началось еще в 20-е годы прошлого века. Но совершенно непостижимо для геологов оказалось, что некоторые горные цирки кто-то уже разрабатывал. Причем происходило это очень давно. Да, вот смотрите, как здесь все ровно. Примерно не может быть такого ровного образования. Все-таки как будто это все выровалили катком, большим катком, или как бульдозером. Что такое пирамиды Кольского полуострова? Пирамида имеет слойстое строение, то есть состоит из нескольких слоев. Кто добывал в России уран десятки тысяч лет назад? Здесь была длинниковая периода, очень развитая цивилизация. Неужели в Луя-Врурте несколько тысячелетий назад могли добывать минералы? Геологи полагают, что происходило это после последнего ледникового периода, когда Кольский полуостров освободился от льда. Об этом красноречиво свидетельствует поверхность четырех горных цирков, в том числе Роявра. Его края не заглажены глетчерами навесными. Навесной глетчер – это ледник, который сползает вниз и отрабатывает стену цирка. То есть вот эти вот отвесные стены отрабатываются ледником. И таким образом края должны быть заглажены, понимаете? А они вот такие. Вот можно сидеть на краю, свесив ножки туда, и там глубина будет 500 метров. Четыре горных цирка, один из которых сегодня заполнен водой, по словам геолога, не вписываются в теорию геоморфологии. По всем показателям, в них уже велась добыча минералов. Но кто это мог делать не менее 10 тысяч лет назад? Редкоземельные элементы, которыми так богаты рудники Луя-Врурта, образуют тугоплавки оксиды. По мнению специалистов, современная наука пока не раскрыла все возможности этой группы металлов. Вполне вероятно, что это старые карьеры, в которых велась разработка именно тех самых редких земель, которые сейчас встречаются нигде-нибудь, а в обшивке современных НЛО. Крошечные детали, созданные из плавов редких земель, в 20 веке упали буквально с неба. 29 января 1986 года в городе Дальнегорске сотни людей стали свидетелями крушения НЛО. На месте аварии были обнаружены металлические шарики и сеточка. Ученые установили, что они были созданы с применением лантана, скандия, итрия и других редкоземельных элементов. Добывать их можно, и лучше всего добывать их, не где-нибудь, а именно в Луеврурке. Почему? Потому что они представлены там, во-первых, в полном ассортименте, то есть, пожалуйста, на выбор, все что угодно. Так это первое. И второе, значит, там достаточно высокая концентрация этих редкоземельных элементов, ну, это с солей в основном. Но если в древности на Кольском полуострове работали гигантские экскаваторы, буры и другие технические установки, то почему от них здесь не осталось и следа, ни одной железной детали? Специалистов это ничуть не удивляет. С тех пор прошло слишком много времени. Остатки древних цивилизаций не могут представлять из себя какие-то заброшенные заводы или какие-то механизмы, поскольку проходит очень много времени, и в течение времени цивилизации разваливаются, и все постройки, будь то даже бетонные или железные конструкции, они съедаются со временем, и в природе мы можем, ну, видеть какие-то развалины, либо блочные какие-то фундаменты, либо остатки каких-то каменных сооружений. Но никаких искусственных сооружений типа железобетонных конструкций. Самыми губительными для металла, по словам геологов, являются даже не холодные зимы, а частые перепады температур в этих широтах. Процесс разрушения идет особенно интенсивно, когда столбик термометра несколько раз в сутки преодолевает нулевой рубеж. Полагают наши ученые, что здесь была до ледникового периода очень развитая цивилизация. Так называемая гипербория. И вот сейчас продолжают выискивать эти следы, следы этих, этой цивилизации. Вот один из них, вот этот цирк. Здесь, может быть, здесь велись работы какие-то. Виктор Захаренко исходил эти места вдоль и поперек. На берегу сейдозера он обнаружил интересный предмет. Камень идеальной прямоугольной формы, больше похожий на современный кирпич. Правда, куда более прочный. Его поверхность словно специально обработана, причем не вручную, а с использованием техники, напоминающей лазерную шлифовку. Размер, примерно, сантиметров 60, 70 длиною, 20 сантиметров шириной, ну и высота сантиметров 10. Получи прямоугольные. Тоже природа такую не могла создать. Это однозначно, это рукотворное. На поверхности плата раньше было какое-то сооружение или какое-то селение было. И после ледникового периода, после ледника, это все, по поверхности, было растерто, как бы размазано. И вот теперь вот местами попадаются вот эти артефакты. Тайна Луяврурта до сих пор не разгадана. Возможно, здешний ландшафт вовсе не творение природы, а дело рук древней цивилизации. Здесь создавали искусственные водоемы, строили плотины и даже гидроэлектростанции. Чтобы получить подтверждение этой версии, ее сторонники советуют обратить внимание на озеро Светлое. Это озеро искусственного происхождения. Потому что оно отгорожено от долины реки Сергиваль плотиной. Причем ширина плотины это небольшая, всего 50 метров. Глубина озера более 100 метров. Представляете себе, какую нужно плотину было построить, чтобы удержать эту воду. Для чего они это делали? Сказать очень сложно сейчас, конечно. Возможно, у них там была какая-то гидроэлектростанция. Эти места хранят еще много тайн. Очередную экспедицию на Кольский полуостров вдохновил Юрий Кудинов. Путешественник, исследователь тайн древних цивилизаций. В составе группы были ученые. Астрономы, геологи, геофизики. Они точно знали, куда шли. Загадочным пирамидам на берегу священного Сейдозера. Куда в свое время не добрался Валерий Демин. Знаменитый исследователь Севера и сторонник существования легендарной гипербореи. Мы встретились с участниками экспедиции, которые вместе с Деминым ходили по Кольскому полуострову в поисках этой гипербореи древней цивилизации. И именно они нам показали вот такое необычное место. Вот эти пирамиды, которые там находятся. И которые, в общем-то, послужили таким основанием для их исследования. Это правда. Первая научная экспедиция в эти таинственные места состоялась еще в 20-е годы прошлого века. Причем по личному приказу Дзержинского. Судя по архивным документам, дело было так. Однажды поступил сигнал о том, что местные жители время от времени впадают в странное состояние, как будто теряют рассудок. Неизвестно, на каком наречии вдруг начинают разговаривать, рассказывают какие-то странные вещи, бьются в трясучки, предсказывают будущее. Причем явление это массовое. Вот и решили в органах сигнал крови. АГПУ совместно с Институтом мозга и нейрохирургии, по-моему, организовало исследование на Кольский полуостров. И возглавил его Александр Барченко. На тот момент он работал начальником лаборатории, в этом же институте. Экспедиция Кудинова шла не по следам Барченко, а по маршруту Демина. Но прежде чем ученым удалось разгадать тайну северных пирамид, они столкнулись с феноменом, который помог объяснить природу мерячения. При попытке исследовать любую расщелину или ход в подземные полости, их охватывало необъяснимое чувство ужаса. Об этом писали и участники первых экспедиций. Совместный мозговой штурм разных специалистов позволил понять, мистики, скорее всего, здесь нет. Эти места хранят залежи урана. Но, судя по радиоактивному фону, это уже обедненный уран. И вот что невероятно. Это вещество может получиться только в одном случае. При обогащении урана. Сложной искусственной процедуре, которую кто-то проделывал в этих местах тысячи лет назад. И именно обедненный уран вызывает побочные явления в психике. Это схема обедненного урана, который закладывается сегодня реально в снаряды, которыми стреляют по публике в Югославии, в Ираке. Потому что обедненный уран создает фон, при котором начинается процедура мерячения, уже не у лопарей, а у людей в Ираке. Уран он и лечит, и калечит. То есть вот в этой дозировке он может лечить. Вот в этой дозировке он может калечить. Кто об этом знал? Только шаманы. Экспедиция Юрия Кудинова исследовала в окрестностях сей дозера загадочные сооружения, явно имеющие правильную форму пирамид. Ученые просветили эти объекты с помощью георадара. Что же показал прибор? В геофизике, произведя анализ радиопоказаний георадара, или радиограмм, как они их называют, пришли к мнению, что пирамида имеет слоистое строение, то есть состоит из нескольких слоев. То есть первый слой имеет высоту примерно 7 метров, потом его добавляли, и он стал около 10-12, а потом его добавили до 15-20 метров. И вывод, который они делают, в связи с проведенными исследованиями, то, что это было сделано, скорее всего, рукотворным путем. Но самое важное, что внутри пирамид Кольского полуострова есть пустоты. Как это могло получиться? Кто возвел эти сооружения и зачем? Геологи установили, что пирамиды стоят на пересечении разломов земной коры. А астрономы и вовсе были в восторге. Оказалось, что эти объекты как будто части гигантского угломерного прибора. При подготовке к нашей экспедиции пришлось изучить многие десятки листов карт, снимков из космоса, сделанных в разное время года разными спутниками. И специалисты разных профессий, геологи, астрономы, геодезисты, географы, обрадовались, когда вдруг увидели на таком весеннем снимке с космического аппарата великолепный равносторонний треугольник, образованный геологическими разломами и течениями рек, ручьев и направлением удлинения озер, как раз в интересующем нас районе, где находятся пирамиды. Вычисления показали, что пирамиды расположены с востока на запад и сориентированы друг на друга с точностью до градуса. Под геологическую имевшуюся структуру были сделаны какие-то дополнительные подсыпки, работы, коррекция, и в результате у нас получился блестящий угломерный прибор. Две пирамиды, смотрящие на восток и на запад, позволяют построить и солнечный, и лунный календарь. Исследования не позволили установить, сколько лет этим сооружениям и каким образом они были спроектированы. Возможно, ученые еще вернутся сюда. Для тех, кто, может быть, не помнит, скажу, что самый древний храм на нашей планете, по крайней мере, из обнаруженных археологами, находится в Турции. Его возраст не менее 12 тысяч лет. Представьте себе, он в три раза старше, чем египетские пирамиды. Ученые пока не могут ответить на вопрос, что за цивилизация и зачем построила его. Но еще большую загадку представляет собой ответ на вопрос, почему они покинули это место, и почему они его засыпали песком около 8 тысяч лет назад. Гёбик для ТП мало изучена археологами. Я думаю, что цивилизация, которая его строила, началась 17 тысяч лет назад. Скорее всего, это был храм. И, скорее всего, как все мегалитические сооружения на Земле, он тоже ориентирован на звезды. Английский историк Андрю Коллинс тщательно исследовал эти древние руины. Его выводы поразительны. Я попытался проникнуть в разум людей, которые сконструировали эти монументы. Кем они были, чем занимались, зачем они построили эти монументы в конце прошлого ледникового периода. Я начал чувствовать, что они были отражением неба. Они не соответствовали Солнцу или Луне, но, скорее, одной или нескольким звездам. Это было проверено с использованием астрономических программ. И получилось, что они сориентированы на одну определенную звезду на небе. Это Денип, ярчайшая звезда созвездия «Лебедя». Кем были на самом деле строители пирамид? Может быть, они не пришли из космоса. Но, может быть, они пришли из России. Сенсационные находки на Урале. Возможно, это обсерватория. Возможно, это какой-то наблюдательный пункт. Созвездие «Северный крест» именуется созвездием «Лебедя» только у славян. Кстати, этот символ занимает особое место в русской культуре. Сказочная царевна-лебедь, по мнению ученых, это образ великой славянской богини, птицы-матери Сва. Случайно ли в языках северных народов, скандинавов и бритов, «Лебедь» называется «Зван». Лебедяную символику археологи нашли и при раскопках первобытной стоянки на Среднем Урале и среди петроглифов Онежского озера. Крылатые девы со стилизованным оперением встречаются и на русских вышивках. Античные авторы также писали, что в северных широтах живут девы, которые умеют оборачиваться птицами. Римский поэт о виде утверждал, что женщины-скифов достигают этого с помощью волшебных зелий. Кстати, имя скифской богини, изображение которой найдено археологами в курганах при Черноморских степей Аргим-Паса. Это тоже переводится именно как «богиня-лебедь». По мнению Эндрю Коллинза, цивилизация, которая поклонялась лебедю, оказала сильное влияние на всю историю народов Евразии. Возможно, они были теми, кто построил Гебек-Летепе и многие другие сооружения. Я изучал все это и пришел к выводу, что мы имеем дело с элитной группой людей, которая могла прийти в юго-восточную Турцию, Армению и Кавказ, возможно, из района России. Они были потомками культуры под названием Костянки, которая существовала на реке Дон с примерно 40-тысячного года вплоть до 10-тысячного года до нашей эры, когда она будто бы пропала. Есть много связей и много сходств между культурой России, которая включает в себя еще одну важную культуру, в месте под названием Сумгирь, около города Владимир, которое также похоже, что является частью этой же традиции. Это были самые продвинутые народы в Европе в то время. У них были сшитые одежды, их инструменты были наиболее продвинутыми, они жили в очень продвинутом сложном обществе. Десятки тысяч лет они были одним из наиболее продвинутых народов Европы и, вероятно, частей Азии. По мнению Эндрю Коллинза, эта таинственная древняя культура по необъяснимым причинам покинула свою территорию и отправилась сеять знания по всему миру. Возможно, сияющие ангелы, которые описаны в Библии или у других народов Ближнего Востока, это именно выходцы из северных земель. Кем они были? Прославянами? Уцелевшими обитателями Гипербореи? Эндрю Коллинз считает, что только не пришельцами со звезд. Идея о том, что боги древних были инопланетянами, очень интересна. И нам не следует отбрасывать ее окончательно. Но мне кажется, что нам сперва нужно смотреть на наших собственных человеческих предков, потому что в таких местах, как Костянки и Сунгирь, жители были невероятно продвинутыми народами. И если их потомки оказались на Ближнем Востоке и, быть может, ответственны за создание древней цивилизации, тогда другие народы считали бы эту элитную группу людей, людьми из другого мира. Точно так же, как мы бы сочли странных созданий существами с другой планеты. И я думаю, что эти идеи были переданы нам в мифологии. И, может быть, они не пришли из космоса, но, может быть, они пришли из России. Надо сказать, что территория современной России назло учебникам преподносит археологам и историкам один сюрприз за другим. Выясняется, что история нашей Земли чрезвычайно богата доисторическими событиями. Например, совсем недавно в Пермском крае обнаружили следы неизвестной древней цивилизации. Сенсационные открытия сделали участники экспедиции Пермского географического клуба и ученые Пермского государственного университета. Вдохновитель поездки Радик Гарипов направил экспертов сюда, в самое сердце Вишерского заповедника, не случайно. Раньше он работал лесничем и на вершине Тулымского камня, высочайшего хребта этой части Северного Урала, увидел странные камни. Они выглядели, как искусственные блоки. Мне вот как-то показалось подозрительно, что несколько курумов были правильной формы. То есть это были кубы, фактически. Высота грани порядка двух метров. Нога человека не ступала здесь тысячи лет. На сотне километров вокруг нет ни одного техногенного сооружения. Но исследовать загадочное место получилось лишь сейчас. И надежды экспедиции оправдались. На вершине хребта эксперты увидели идеально ровную, будто расчищенную площадку размером с футбольное поле. Столько грамотно и красиво она сделана, что просто никаких сомнений не остается, что-то люди делали, которые, скажем так, по уровню развития, ну и всяко они ниже нас. То есть прямо вот было очевидно, что шел хребет, его уравняли, делали, скажем, вот разбрасывали породу каким-то образом. Рядом некое подобие ступенчатой пирамиды. Дальше идет еще одна площадка. То есть это целый комплекс пирамид, скажем так. Соответственно, когда обращаешь взор на север от этой площадки, там тоже возникает ощущение, что те две горные вершины, Тулы, самые высокие, они тоже сделаны каким-то образом искусственно. Это были еще не все находки. На одном из пиков, недалеко от площадки, участники экспедиции обнаружили фрагмент каменной плиты со следами высокой технологичной обработки. Как видите, такие прямые углы, срезы, пропилы в природе немыслимы. Но это делали явно не первобытные люди. Такой камень нельзя обтесать примитивными инструментами. Ученые установили, что это сиритовый сламец. Он чуть мягче гранита. Глыба пилилась именно, скажем так, с закруглениями. Не просто квадрат, а именно с закруглениями. Есть у меня сейчас фотографии артефакта Скваркуша, где на большой плите, плите хорошо обработанной причем, вот видно, что она ровненькая, все, прямые углы и так далее. Там даже есть технологические пропилы. То есть вот возникает ощущение у человека технического склада, вот как, например, я, да, что вот эти вот пропилы, они делались для чего-то. Либо это элементы крепления, либо это сделано для каких-то коммуникаций, да. Ну, там, проводку проложить, трубопроводы, все что угодно. Но самое невероятное – датировка находки. Возраст камня можно определить лишь приблизительно по органическим следам вокруг. Однако срезы сделаны так ровно, что лишайник не смог глубоко внедриться в поверхность. Эксперты применили другой способ. По их мнению, обработанный камень – часть сооружения. Он найден на склоне, и рядом ничего нет. Значит, все сооружение стояло на вершине и было разметано некой силой. Этой силой, скорее всего, был ледник. Получается, здание на горе было построено вдоль ледниковый период. Более 12 тысяч лет назад. Что же это такое? И кто его возвел? Диспетчерский пункт аэродрома? Но кому он мог понадобиться на горе среди непроходимой тайги? Возможно, это обсерватория, возможно, это какой-то наблюдательный пункт, чтобы контролировать все близлежащие территории. Это тоже возможно. Возможно, там стояло что-то наподобие радиомаяка, как навигационной системы. Местные легенды ничего не говорят об этом месте. Все случилось так давно, что по руинам уже почти ничего нельзя понять. Однако кое-какие мысли у ученых все же возникли. Но они касались не способа строительства, а характера разрушения. У меня сложилось впечатление, когда я изучал вот этот артефакт, что это, в общем-то, был, скажем так, это осколок от какой-то большой конструкции. Причем осколок, который был оторван оттуда, с этой конструкции, взрывом. Вот такое ощущение возникло. Именно взрывом. Что же за высокоразвитая культура жила на территории России десятки тысяч лет назад? Почему от них осталось так мало? Но самое непонятное. Как объяснить совпадение символики? Грылатые диски на Марсе и в Египте. Славянские лебеди и звездное отражение на карте великих пирамид и турецких руинок. Сколько мы еще не знаем о том, что происходило до нас? Однако остались послания, зашифрованные в древних каменных сооружениях с помощью высоких технологий. Возможно, по мере их изучения мы найдем ответы на многие вопросы. Что ж, будем помнить, что мы наследники великой и древней цивилизации, которая насчитывает десятки тысяч лет. А значит, мы сегодняшние не должны подводить своих великих предков. Это была территория заблуждений. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. До встречи в следующий вторник, но не в 20.00, как это было раньше, а в 21.00, то есть в 9 часов вечера. С вами был Игорь Прокопенко. Не переключайтесь, потому что сейчас вас ждет пища богов. Будет вкусно. С вами был Игорь Прокопенко.